МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. В честь Великой Победы по всей стране сегодня началась акция Георгиевская ленточка. Когда скорую приходится ждать около часа. Почему с Карамовского поста убрали дежурную бригаду врачей-неотложки? Чтобы помочь встать на ноги, сегодня в Ноябрьске установили уникальный тренажер Юхана Гросса. Итак, сегодня по всей стране, в том числе и в Ноябрьске, официально стартовала акция Георгиевская ленточка. Центр патриотического воспитания разослал 24 тысячи лент во всем молодежным учреждениям. И теперь волонтеры раздают их горожанам. Автомобилисты повязывают символ победы на антенны машин, остальные украшают ими сумки или прикрепляют к одежде. Продлится акция до 12 мая. Председатель комитета солдатских матерей Людмила Буряк вернулась из очередной поездки по войсковым частям Центрального военного округа. По традиции, перед отъездом комитет собрал посылки для ямальцев от родных, а детвора передала рисунки и письма. В этот раз акция закончилась не совсем обычно. Срочники не только передали видеоприветы своим семьям, но и написали ответы детям. Кирилл Мигель продолжит. Рядовой Осипа Владимир Анатольевич написал письмо. Здравствуй, Гагарина Милана. Кто у нас? Кто Гагарина Милана? Вот она. Смотри. Еще вчера эти ребята старательно выводили крючочки и хвостики. Сегодня с неподдельной радостью и интересом пытаются понять, что же им написали в ответ. Разобрать почерк солдат для детей задача не из легких. Армия очень интересная. Интересная. Я узнал много нового. Интересного. Интересного. Пишет, как они поживают, сколько им лет. Ну, ему 18 лет. Его номер, чтобы позвонить. И в контактах его имя. Конечно, станут ли второклашки и солдаты-срочники друзьями по переписке сказать трудно. Это, как говорится, время покажет. Но однозначно получить весточку из родного города всегда приятно. И вдвойне, если она находит отклик. Мы не ожидали этого. Потому что письма мы пишем часто. Но это первый раз получили ответ. И получили действительно хороший ответ. Где можно узнать больше о воинской службе. О наших солдатах, которые проходят службу в воинских частях. Ну, и думаю, что будущие мои второклассники тоже будут хорошими защитниками нашего Отечества. Потому что это действительно связь поколения. Их хороший пример. Елань, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Чебаркуль. География поездок, как всегда, широка. Лишний раз убедиться в том, что у солдат все в порядке. Сделать несколько кадров, чтобы показать их родителям военнослужащих. Для Людмилы Буряк обыкновенная работа. Правда, ответов участникам акции военные раньше не писали. Не заведено было. Пора привычную палитру цветахаки разбавить новыми красками. Привет, ноябрьцы. Спасибо всем, что не забыли про нас. Нет, там двое прокуратуры. Очень приятно. Спасибо за посылочки. Привет, родной современник. Пишет вам ваш воспитанник. Остапович Иван из секции райтеров. Письма солдатам пишут не только малыши. Интерес к акции проявляют в том числе и молодые люди призывного возраста. К примеру, Евгений Троянов скоро сам может пополнить ряды вооруженных сил. Правда, повестка ему, если и придет, то осенью. А вот письмо от друга, который сейчас служит в разведке, молодой человек уже получил. Вообще не ожидали. Очень здорово. Держим связь. А тут такой еще неожиданный подарок. Круто. Ко дню победы комитет солдатских матерей проведет еще и конкурс детского рисунка. В июле главная солдатская мама региона планирует посетить войсковые части Армении, в которых тоже служат наши срочники. Кирилл Мигель, Григорий Курпцев. Новости нашего города. В Ноябрьске заведено уголовное дело на двух приезжих преподавателей одного из тюменских вузов. Первый оценивал зачеты для студентов в 500 рублей, второй за сдачу экзаменов брал от 2 до 4 тысяч рублей с человека. Буквально месяц назад в Тюмени наши коллеги задержали преподавателей данного же вуза за то же самое дело. И возбудили дело уголовное, которое сейчас расследуется в прошлом году. Наши коллеги в Салихарде задержали преподавателей, которые за проставление госэкзаменов, за принятие госэкзаменов, беспрепятственное, собрали взятки со студентов на общую сумму свыше от 2 миллионов рублей. Однако новое дело в Ноябрьске от прежних отличает то, что в этом случае к ответственности будут привлечены и студенты, которые давали взятки преподавателям. Как говорят сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями, здесь спрос определял предложение. И хотя молодым людям была дана возможность прийти в полицию с повинной и тем самым оказаться в кругу свидетелей, а неподозреваемых или обвиняемых, такой возможностью воспользовались не все. У нас направлено сейчас 4 материала в Следственный комитет уже в отношении студентов, которые занимались дачей взяток и саботировали других студентов на именно вот такой метод незаконной дачи экзаменов. Если это будет рассмотрено как группа лиц, то здесь уже тело пахнет реальными сроками лишения свободы. 74-летняя жительница города перевела на счет мошенников в 360 тысяч рублей. Причем схема действия злоумышленников оказалась банальной. Они позвонили женщине на сотовый телефон и представились работниками одного из банков России и сообщили о выигрыше в размере 300 тысяч рублей. Для того, чтобы их получить, они предложили приехать пенсионерке в Москву, в главный офис, или же открыть банковскую карту и подключить к ней услугу мобильный банк. Поддавшись, уловка мошенников, потерпевшая открыла счет банковской карты и направилась к банкомату. По указанию произвела все операции, а чуть позже выяснилось, что с ее банковского счета исчезли деньги. В редакцию новостей нашего города обратились жители Ноябрьска с вопросом, почему на стационарном посту Карамовский больше не дежурит бригада медиков. Нам удалось выяснить, что дежурство бригады скорой помощи отменили с 1 января 2013 года, ровно тогда, когда врачи перешли на одноканальное финансирование. Фондам медицинского страхования не предусмотрены средства на оплату такого рода работы. Надо сказать, что фельдшеры станции уже обратились к главе администрации Ноябрьска с просьбой рассмотреть возможность профинансировать данный вид услуг из городского бюджета. Ведь в случае ДТП первая медпомощь приедет из города в район Карамовского поста не раньше, чем через 40 минут. С одной стороны, есть понятие золотого часа, то есть помощь должна быть оказана в течение первого часа, это само собой разумеется. Количество пациентов, которым была оказана помощь при ДТП, в общем-то, в общем объеме работы не так уж и далеко на вот этой федеральной трассе Сургут, Салихард, но все-таки федеральные программы обеспечения безопасности на дорогах, создание вот таких медицинских пунктов предусмотрено, значит, бригада должна дежурить. С начала года на загородных автодорогах Ноябрьского региона зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в котором один человек погиб и один был травмирован. В настоящее время на СПДПС Карамовский бригада скорой медицинской помощи не дежурит. Сотрудникам скорой помощи приходится ехать из города на место ДТП, а на это уходит больше времени, так как удаленность СПДПС Карамовский составляет порядка 50 километров от медицинских учреждений города Ноябрьск. Госавтоинспекция рекомендует возобновить дежурство скорой медицинской помощи на Карамовском посту, так как это загородная трасса, где тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий гораздо выше. А в городе продолжают таять дороги. Буквально в прошлую пятницу дорожники начали латать улицу Республики. Правда, почему-то заделать успели только одну сторону дороги, другая, где в яму машина уже почти проваливается, осталась нетронутой. Теперь они еще и заполнены водой. Так что водители, будьте внимательны, на этой дороге поджидает весьма неприятный сюрприз. И очередное видео неочищенных дворов. На этот раз кадры с Мира-17. В скором времени, говорят жильцы дома, можно будет надувать резиновые лодки и отправляться в коллективное плавание. Рубрика «Новости наших горожан». Вот этот дом Мира-17. Посмотрите, сколько снега. Вот. И вот за сегодняшний день какая лужа. И не пройти, не проехать. А через пару дней, посмотрите, сколько здесь снега. Здесь вообще буду июля месяца. Лужа такая, что Нива не может проехать. Посмотрите, люди уже не могут пройти. 27 апреля в субботу во второй школе пройдет день открытых дверей по теме дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Всем присутствующим будет предоставлена возможность посетить открытый дистанционный урок биологии, отправиться в виртуальное путешествие в первый класс, побывать на занятиях по технологии БОС-здоровье и в оздоровительном центре. Здесь ждут всех желающих. Сегодня в санатории Озерный автор уникального тренажера Юхан Гросс установил конструкцию собственного изобретения. В первую очередь тренажер предназначен для помощи детям с диагнозом ДЦП. Кроме того, он в буквальном смысле помогает встать и на ноги людям, перенесшим инсульт. Главный принцип тренажера Гросса в том, что он и страхует человека, чтобы тот не упал, и одновременно моделирует его движения. Делает их правильными или учит движениям, которые раньше человеку с ограниченными возможностями были недоступны. И здесь очень важно, отмечает Юхан, что тренажер позволяет и находиться в вертикальном положении, потому что так достигается максимальный результат. Вот, например, когда лёжа делаешь упражнение, ну, это хорошо. Когда поднимаешься в вертикаль, он полностью потеряет ориентацию, потому что он не привык, кровь ушёл в ноги. Давление нога больше, чем в голове. Головокружение, ориентации никакой нет. Поэтому нужно как можно чаще человека поднимать в вертикаль. Завтра мы подробнее расскажем о тренажере и его авторе Юхане Гроссе. Ну, а в заключении напомню, в городе продолжается сбор средств для пятилетнего Кирилла Лукичёва. Деньги, а если конкретнее 200 тысяч долларов или 6 миллионов рублей, нужны на операцию по удалению раковой опухоли. Страшный диагноз мальчику поставили в прошлом году. Кирилл уже прошёл курс химиотерапии. Ему была сделана одна операция. Но необходимо повторное оперативное вмешательство. Помочь Кириллу можете и вы. Реквизиты счёта указаны на нашем сайте Ноябрьской РФ. К сбору средств уже подключились сотни людей. Поддержать нашего маленького земляка приехала и известная певица Ирина Дубцова. 6 мая она даст благотворительный концерт в центре досуга «Нефтяник». Средства, которые будут собраны, мы перечислим на счёт помощи Кириллу Лукичёву. Все данные этого счёта, опубликованные в прессе, находятся на стендах информационных. Что касается сбора средств, которые мы соберём, то перечислим и обязательно опубликуем отчёт об этом в средствах массовой информации. Так что призываем горожан, зрителей, всех, кому небезразлична судьба маленького мальчика, помочь прийти на концерт, поддержать. И на сегодня это всё. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнёр программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Сеть АЗС «Газпромнефть» – надёжный ориентир. 25 апреля в Сальхарде облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, температура минус 3 градуса. В Муравленко небольшой дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Температура 3 градуса выше 0. В Ноябрьский пасмурно возможен небольшой дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Температура 4 градуса тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова